Евгений, ну расскажите, вот этот участок, который вы получили, вы получили как то? Вам дали его по программе? Да, по программе многодетная семья за рождение третьего ребенка. И вы начали уже, соответственно, на нем строиться? Да, получается, три года назад мы построили дом, переехали уже, считай, три зимы здесь прожили, вот такими вот мучениями. Вот эта дорога, по которой вам ежедневно с вашим маленьким ребенком приходится отсюда выбираться? И с ребенком, и на работу, и, ну, посиделы, получается, это наше будни, по-другому никак. А вообще изначально, когда этот участок брали, на что рассчитывали, что вам обещали? Ну, как рассчитывали, что говорили многодетным семьям по программе, что будет все сделано очень хорошо, что будут здесь и остановки, и ребятишки будут, как бы, ну, садики, института, института вся. А ничего, никаких двигов нету, ничего не меняется. Ну, а сегодня чиновники вообще что-то говорят, все-таки что-то обещают? Вот, или уже перестали это делать? Да, уже перестали это делать, мы года два подряд били, били, бились, бились. Вначале из-за света, вот, когда столбы поставили, то, что ребятишки вечером ходят, все равно вначале улицы поставили, где вот половина нежилых домов, фонари. А мы где проживаем, там даже света у нас нету, а дорога, вот так вообще уже замолчались. Ну, вот, вижу, что никакой щебенки на дороге нет, в принципе. Вообще ничего нет. Ну, вот какой-то бой кирпича, а это кто? Это мы сами своими руками, силами завозили камни, здесь большая яма была, и долбили, и разлаживали. Отсыпались самостоятельно. То есть жители этой улицы, да? Да, да, да. А улица, как ваша называется? Улица наша называется, улица Николая Сухих. То есть Николай Сухих, если я не ошибаюсь, это герой Советского Союза, участник. Да, за правую. Ну, наверное, как-то чиновникам должно быть стыдно только за то, что улица носит такое название, а никаких зигов ничего не проехали. Смотрю, вот иномарка не смогла, видимо, дальше проехать. Да, так это наша машина вторая, супруга, которая здесь бросает. Когда я на работе, я с ребенком ходят сюда до машины, чтобы уехать в садик. Они вот на работу. То есть и приходится, соответственно, машину здесь оставлять и на ночь. Да, конечно, она здесь живет. Вот Николая просим, присматриваю. Ну, вот ваши соседи абсолютно, наверное, в такой же ситуации находятся, как и вы. Совершенно такая же. Здесь просто, видите, маленько, что попроще. Их маленько больше здесь, им проще добираться. А мы-то там вообще одни. Вас, говорит, даже на танках, говорит, не ездить, а вы, бедураки, не строить, значит. А кто посоветовали? Переезжать, пока что? А кто посоветовал? Павел, он работает в УГХ. Да, Щербина или Щербина, правильно. И как вы добираетесь туда? Или выбираетесь как? Флаг. Сколько глубина? Я ее еще, Лядь. Хватает вот так вот. Кошмар. А как до дома-то дойти? А если скорая или еще что-то? Уголь завести? Вот и так, вот и так. Вот он там, по полю, по объездной. Машина повыше. Скорее всего, дорог, он на дороге у нас денег, в принципе, нету ни у кого. А воду, скорее всего, проведут. Ну, для чего нам вода, когда у нас озера стоят, в принципе? Я не вижу на это смысл, чтобы она сейчас воду. Воду мы сами можем своими силами провести. А по дорогам мы не проедем. Даже элементарно, даже самая скорая, пожарная, не дай бог. Они просто не проедут, и никто не согласится ехать. Мы своими силами, где могли, мы накатали дорогу, чтобы проехали. Ну, вот и все. Я больше даже не знаю, как дальше нам быть. И кого просить, чтобы нам помогли. Хотя бы, когда высохнет, чтобы вот это вот все. На что рассчитывали, когда шли сюда? Когда вот понимали, что, собственно, здесь еще ни коммуникации, ничего нет. Какие-то, может, обещания вам давали? Ну, конечно. У нас же был план всего этого. Обещали, что здесь будет школа, да, по-моему? Детский сад, школа. Ну, сейчас нет. Да. Уже в проекте убрали. Потому что участков уже не хватает, поэтому школы нет. То есть были хорошие обещания. И дорога обещалась, и вода, и все. И все, как бы, близко к городу, все, как бы, шикарно, как бы, здесь все по плану-то было. И начинали, надеялись-то на это, чтобы все хорошо. Выделили участки, и все, и кинули нас здесь просто. Просто кинули. Каждый год вызываем вас. Телевидение толпы. Не двигается ничего. Скажите, я правильно понимаю, что здесь могло бы быть и больше домов? Просто некоторые все бросили, да? Да, да. В свое время кто-то продал просто, что понял, наверное, что... Довольно у нас фундамент влупились, и тоже бросили. И тоже бросили, да. Уже два года уже не спешили. Вы получали, как многодетная семья участие. На очереди стояли. Конечно, мы все получили, и, то есть, мы построили дом. И наслаждаетесь теперь. Наслаждаемся теперь, да. Особенно каждую весну и осень. Скажите, а вам предлагали какие-то другие варианты? Или вот предлагали этот, убеждали, да? Нет, не убеждали, просто нам выделили. Мы пришли, нам показали этот план. А что еще было на этом плане? На этом плане там было все. Там и садики, и школы, и остановки. Около нас даже нет там остановки. У нас центральная улица, остановка на развилке должна быть. Автобус должен ходить. Развилка была. Ну, и все. Ну и сегодня уже программа минимум. Я понимаю, что вы уже не ждете ни садик, ни школы. Хотя бы дороги. Хотя бы дороги. Хотя бы, я не знаю, вот мы ездим по этой дороге, даже вот она. Это же чей-то участок мы ездим. Не по своей дороге, которая у нас должна быть. Матвеев работал, где мы дороги накатали, то есть своими машинами, да. На это место и они отсыпали. Сейчас придет хозяин этого участка. Он за голову хватит. За столбиться, он за голову схватится с этих булыжников. То есть и этой дороги уже существующей, которая сейчас есть, тоже не будет. Но фактически на его участке были выженники теперь, да? Да, конечно. Они насыпали на чьи-то участки. У нас получается вот улица идет, и вот по столбам идет свобода. Вот здесь вообще за чьи-то участки.